Добрый день! Хочу вам сегодня с вами поговорить по поводу городостроительного расчета. Что этот городостроительный расчет из себя представляет и из каких этапов он состоит. Первое, для чего нужен городостроительный расчет. Он необходим для первоначальных технико-экономических показателей, их определения, с целью получить ограничения при застройке земельного участка. Значит, с чего все нужно начинать? Сначала необходимо иметь сам участок, быть или владельцем, или претендовать на получение земельного участка. Тогда, когда у вас уже есть контур земельного участка. Естественно, земельный участок сам по себе на территории, например, города, сельского населенного пункта. Конечно же, он окружен какой-то застройкой или соседними землями, лесом, водными поверхностями и остальными, собственно говоря, объектами. Если вы планируете застроить этот участок, в таком случае вам необходимо знать, сколько вкладывать инвестиций, средств, сил, что это будет, в какое функциональное назначение объекта. Все это вам сам участок не даст. У инвестора есть какие-то первоначальные идеи по поводу застройки. Как эти идеи можно воплотить? Понятно, что инвестор, как правило, работает с текстом или же с цифрами, экономикой, финансами и так далее. Архитектор работает с графикой. Архитектор или градостроитель. Дело в том, что для инвестиций здесь необходимы знания как градостроительства, так и объемного проектирования. И в этом случае это комплекс работ, который позволяет архитектору вместе с инвестором определить будущий объект инвестирования, строительства, застройки. Так вот, при получении градостроительных условий и ограничений, Один из пунктов министерства при разработке этого своего наказа, оно предусмотрело обязательный пункт «Градостроительный расчет». Что такое генеральный план, например, из которого, собственно говоря, должны были бы получаться эти градостроительные условия? Это схема с ограничениями определенных территорий. Естественно, это не дает такой детальной возможности определить высотность объекта, его площадь застройки, влияние на окружающую застройку. И архитектурные, естественно, решения. Архитектурные, планировочные или градостроительные решения. Поэтому, раньше были предпроектные предложения. То есть, когда инвестор вместе с архитектором разрабатывал графическую часть самого проекта. Жилого комплекса, микрорайона, даже коттеджа и так далее, разных объектов типологии. Соответственно, с определением зон влияния радиуса в окружности до объектов первичного, вторичного и другого обслуживания. Магазинов, торговых центров, остановок общественного транспорта и так далее. Значит, без градостроительного расчета и предпроектных предложений в основе градостроительного расчета и заложенных предпроектных предложений нельзя говорить с органами местного самоуправления или в данном случае, если, например, для Киева, это главным управлением архитектуры или земельных отношений. Что для этого необходимо? Для начала необходимо инвестору дать какую-то идею. Архитектор, например, он хочет, чтобы здесь, соответственно, к генеральному плану, чтобы здесь были, например, размещены какие-то офисные здания или комплекс офисный. В данном случае инвестор знает, сколько ему нужно тысяч квадратных метров, как он видит это по высоте, по структуре, современное классическое здание. Архитектор при разговоре с инвестором определяет конфигурацию здания и его размещения на земельном участке. Ну, всем известно, что сначала нельзя приступить к визуализациям различным или определениям цифровых каких-то коэффициентов. Поэтому архитектор, как и по старинке, берет ватман, карандаши, берет резинку, линейки и начинает рисовать клаузуру. Клаузуру, то есть наброски различные, пытается смоделировать это здание, входные группы, функциональные зоны, фасад проработать. Вот это первая часть, с чего начинаются, собственно, предпроектные предложения, которые входят в итоге в градостроительный расчет. Значит, это все обрисовывается. И в итоге, если находится композиция, которая разработана в масштабе на кальке или на листе ватмана, вот, как правило, заказчик или инвестор подписывает эту клаузуру, этот документ. Вот, платится определенная сумма, которая договорилась, там, сколько процентов, 30, 50 или 70. Вот, естественно, эта клаузура идет с какими-то первоначальными технико-экономическими показателями. После этого архитектором в данном случае фотографируется та же самая местность, фотофиксация участка, тоже просматриваются аналоги, такая живая работа уже с заказчиком. Потом несколько раз надо встречаться обязательно, показывать, потому что одно дело, когда архитектор что-то рисует, но заказчик всегда его может подтянуть по экономическим соображениям или каким-то другим соображениям. И здесь надо найти момент согласования. Дается отмашка, и начинается разработка схем планов, схемы генерального плана участка. В итоге выходим на 3D-модель. 3D-модель и вписываем ее в окружающую среду. Ну, тоже вы видели много раз эти 3D-модели. В общем, состоит графическая часть из выход 3D-модель с разных сторон, разной конфигурации. Это можно сказать, это как макет. Но на данном случае, на данном этапе нет необходимости заказывать макет, потому что это дорогое, и удовольствие, и работа. Поэтому, как правило, пользуются услугами 3D-визуализаторов. Параллельно разрабатываются схемы, как я уже говорил, планов, фасадов, размещения объекта на участке. Схема транспорта. Панорама. То есть, 3D-модель вписывается уже в фотографию, в данном случае. Вот это все графическая часть. И из нее уже мы получаем также параллельно технико-экономические показатели. По плотности застройки, по этажности, по высоте, по площади и так далее. Все это делается в табличной форме и текстовой форме. И брошюруется. То есть, вначале идет текстовая часть, а потом графическая часть. Все это скрепляется в альбом. Собственно говоря, это и вся работа по годостроительному расчету. По разъяснению Минрегиона, данная работа в свободной форме производится. То есть, можно на титуле поставить подписи, можно поставить печати. Но это идея инвестора. Как он хочет видеть будущую застройку своего участка. Ну, собственно, это основная информация.